Всем доброго времени суток! У нас 9 декабря, канал Zimani Первый ролик будет сегодня посвящен продвижению Переходим на главную группу Facebook Хотел сказать, что все остальные группы находятся вот в описании Кому интересен дропшиппинг, по отзывам, ну и так далее Кто просто некоторые задают вопрос, чтобы знали Хотел рассказать по продвижению Я где-то месяц назад запустил тест Где-то мы взяли около 15 товаров Система была, ну можно сказать, в кавычках индусская То есть это много раз повторяющиеся полезные действия На меня вышли организации Потом еще подтянулось несколько организаций Мы выбрали несколько, точнее две организации Которые объяснили вероятность бана То есть как они работают, почему у них это минимизированно Объяснили свою стратегию Чтобы меньше было кликов А конверсия не так сильно падала, как у других Потому что у всех работает по-разному Мы продвигали раньше, как все знают, через раздачу в первую очередь Сейчас по раздачам есть проблема Если в оффере нет ограничения То нас могут купить за одну накладную весь склад Хотя мне на днях дали программку Которая может исправить это дело Ну, пойдем по раздачам По результатам хотел отчитаться Из 15 продуктов Из-за Нового года, как мне объясняют Мы брали обязательства свои Это в течение двух недель вывести в топ-10 Стоило это 200 долларов Такая рекламная, как бакс Люди должны будут отзывы написать Ну, вот у нас как бы первые вылезли Это получалось где-то около трех недель Трех-четырех недель Одни у нас были на второй странице Мы их на неделе две мурыжили Вывели на первую Немножко еще там они потусовались И товарные остатки закончились Вот, мы как бы договорились Что когда товарные остатки в стоп-закон Ну, по полной склады И доведем их до топ-10 В виде теста, опять же Все остальные Где-то больше половины Вывели на первую страницу Но кого-то довели до топ-10 Кого-то еще не довели до топ-10 Нам как бы вот эти организации Все объясняют, что под Новый год Продажи хорошие Конкуренция высокая Затрат на продвижение оказался намного больше Чем они планировали Чем в прошлом году, например Это все было И получается Даже не в прошлом году А в предыдущем месяце Будет более точно Потому что я не знаю Работали они в прошлом году Не работали Вот, и получается так Что вот такой вот результат Вывести на первую страницу Возможно Работает Проблемы Ти-фу-ти-фу Никаких Не было Шероховаться И вопрос только времени Вот, то есть На данный момент Получается Диапазон Диапазон От Самой быстро Наверное Это меньше двух недель Около 10 дней выводили На первый страниц А самое сложное Наверное Сейчас скажу Ну еще, наверное, не вывели даже Это самое То есть Есть товары Которые, по-моему, даже За месяц не вывели Это у нас Из группы Детские товары Вот, то есть Надеюсь Подходит Есть какой нюанс В этой ситуации Первый нюанс Основной Хотел сказать Ко мне вот многие Обращаются По поводу продвижения В принципе Эта услуга работает Стоимость примерно От 100 до 300 долларов Но, как правило Все стоит В районе 300 долларов Потому что Никто Не дает Средний частотник Низкий частотник Все дают Высокочастотники То есть, например Какие вот у нас были товары Это Товары На Рождество Крисмос Товары, например Прыгалки Товары, например Детские Товары, например Сезонные И так далее Туристические товары То есть Ни одного товара Простого не было вообще То есть Мы брали именно Попробовать свои силы Смотрели Как это все будет выглядеть То есть Брали всех подряд По минимальной стоимости То есть Не ради прибыли А ради именно опыта Вообще Как это все происходит В большом количестве До этого мы Продвигали несколько товаров Вот Свои в первую очередь Этим пользовались Ну и хотели Как бы массово посмотреть Как это все будет выглядеть Вот То есть Сейчас на данный момент У нас получается Где-то Ну Больше Семидесяти процентов Мы уже вывели Осталось довести их До топ-10 Сейчас Значит Будет условие такое По новым вопросам Кто будет спрашивать Я уже сказал От 100 до 300 долларов Но 100 долларов Это низкочастотники То есть Это прям Действительно Низкочастотники Там, где Низкая конкуренция Ну вот У многих Своя стратегия Своя тактика Некоторые там Я не знаю За 500 долларов Обещают Или еще что-то Но Я смысла не вижу Потому что Мы работаем Вот эти организации Работают И Мы сами Как бы это отлаживаем Потому что Мы механизм Это понимаем Но пока Его только отлаживаем На данный момент У нас работают Руками люди А не программно В этом есть Свой плюс Свой минус Так же как Любая машина Любую машину Ей проще просчитать И так же Любому человеку Проще ошибиться Чем машине То есть Есть свой плюс Есть свой минус Есть свои затраты Есть своя Себестоимость Грубо говоря Вот Получается Таким образом Что Есть стратегии Кто продвигает Несколько Низкочастотников Есть стратегии Кто продвигает Высокочастотники И так далее По продвижению С раздачи Я уже рассказывал Какие есть способы Здесь способ Такой вот То есть Всем Я советую Продвигать От одного До двух Не более На старте Да Конверсия падает Но в любом случае Она потом постепенно поднимает Самый главный нюанс Имейте все ввиду Кто обращается Кто спрашивает По поводу продвижения Это конкретно То что Ваш товар Должен быть готов Ну вот Что говорят Про лисин Что говорят Про фотографии Что говорят Про ценообразование Что говорят Про отзывы Обратите внимание Какие на первой странице У вас отзывы Вот Надо за какие-то Проголосовать То есть Вы Когда продвигаете Такими способами На первой странице Поймите Одно Никаких гарантий Что у вас будут продаваться То что вас выведут Это Я не знаю Очень высокая вероятность Ну то есть Я еще ни разу Не застал тех Кого не выдвинут Просто вопрос времени Вопрос времени Ресурс То есть Если вы хотите Например Заплатить 200-30 долларов Поймите Вас просто будут Дольше выводить Все Это не проблема Пока на данный момент Эту лазейку Не убрали Будет изменение Будет какое-то Изменение Алгоритма Действия Амазона В любом случае Будем приспосабливаться Будем дальше двигаться Кто рассказывает О том Что что-то нашел Новое И так далее Но это маловероятно Потому что Я знаю Кто это говорит Они как двигали До этого Из-за этого Что-то там Да программно Что-то можно изменить Порядок действий Я знаю Две стратегии Не то что одну Есть скоростная Даже стратегия Продвижения Но мы ее сейчас Отрабатываем Чтобы она действительно Работала Так же Точно Четко В точности Как типа Индуско-бангладешская Там пакистанская Тактика Вот То есть это уже Конкретно Наша стратегия То есть мы ее Перестроили кардинально Вот Из-за этого Смотрим Двигаемся дальше Никого не слушайте О том что это уберут Это не уберут Уберут Будем двигаться дальше Раньше была раздача И думали что больше ничего нет Сейчас индусы Завтра будет Наши программисты Что-нибудь придумают Вот То есть Самое главное Чтобы ваш товар был готов То есть на старте Когда вы все это заказываете Должны понять Куда во-первых Вы идете Определитесь Из-за этого Почему лучше две выбрать Потому что бывает Одну выбрали А там Не попали Так скажем Но это опять же Каждому выбор свой А никаких скидок За опт Или еще что-то Я хотел сказать Сразу не будет Нет Мы Если опт Там 5-10 штук Фраз Но это мало кто Это делает Или там Такого количества товара Не у всех есть Одна Две Три Это не опт Вот Но я имею в виду Тем людям Которым я отдаю И еще раз говорю Я на этом ничего не зарабатываю Я тестирую Стратегии Для собственных продвижений Потому что Чтобы заработать на этом Нужно иметь Собственные Или индусов Сидящих там Или Этих Как их называть Программы какие-то У меня ни того Ни того нет Я просто работаю Сотрудничаю именно С теми организациями Которые Это делают На мой взгляд Хорошо Дальше Подготавливаем товар Все должно быть готово И Перед тем Как вы все это заказываете Я сейчас говорил Надо определиться Куда двигаться Это первый момент Второй момент С чем двигаться То есть Ваш товар должен быть Точно оптимизирован Максимально Потому что Те товары Которые мы вывели Очень многие Не продаются сразу То есть Товар не был готов Почему он не был готов По разным причинам Бывает Не туда пришли Я уже рассказывал про это Бывает товар Вот например Прыгалки На самом деле Я думаю Все ресерши прыгалки Делали Смотрели Мастер-классы Группы И так далее Обучающий курс Везде там рассказывают Про прыгалки Огромный объем информации И соответственно Я думаю Многие Также смотрели В Китайке Есть прыгалки Там этих прыгалок 3-4 популярных И еще штук 10 Менее популярных То есть Ассортимент Настолько ограничен То есть Все торгуют По большому счету Одним и тем же С разными Только листингами Фотографиями И наклейками Вот Из-за этого По прыгалкам Например Товар он качественный Он нормальный Его главное Преподнести Красиво продать То есть Для чего Что для этого Первое Надо чтобы на него Кликали На клик что влияет Это внешний листинг То есть Это в первую очередь Фотография Вторую очередь Цена Если вас уже Вверх вывели Тайтл Ну в третью очередь Влияет на клики Так скажем То есть Основное Это фото Цена Чтобы не говорили Про цену Про короткий Про все остальное Цена имеет Огромное значение То есть Мы уже проверили Десятками товаров Ну вот Соответственно Когда у вас уже Конверсия поднимается Ой Конверсия Сессии Но сессиями сложно Потому что Как все знают Индусы что делают Они делают Нагонение трафика Соответственно Сессии вам сложно Будет проследить Увеличились они У вас или нет Только после того Как они прекратят Свою работу Вы увидите Как у вас Меняется сессия Вот Когда будут Понимание Что на лисинг Заходят покупатели Но не делают Покупок Конечно Вы соответственно Уже оптимизируете Снутренний лисинг Это остальные фотографии Вот Это уже Описание Все вот эти моменты И очень важно Очень важно Оптимизируйте Свои отзывы То есть Чтобы у вас Проголосованы Были на первой странице Все те самые Главные отзывы Которые реально Вы бы хотели На это внимание Обращайте в первую очередь Потому что Нормальный покупатель Смотрит в первую очередь Это фотографии первые Потом все остальные фотографии Потом цена Скользко Тайтл ему вообще не интересен Тайтл в первую очередь Ну да Там написание Название товара Что это прыгалка А не кирпич Вот То есть ему не важны Какие там ключевики Ключевики для поиска Если вы в поиск Вас уже продвинули Уже не столь важно Буллеты На данный момент Мне нравятся Буллеты ограниченные Коротенькие Где реально Призыв к действию Описание Реальной пули То есть человек Не читая Практически все осознает Второй момент Это Дискрипшн Ну мало кто будет Несложный продукт А у нас в основном Несложные продукты Читать Что там Описание Ну Есть моменты Если у вас там Кожаная прыгалка Там я не знаю С металлическим кабелем В оплетке Там или еще что-то Или ручки какие-нибудь Или с подшипниками С пластмассками То есть Но это можно даже В тайтл будет окружать Все Дискрипшн Меньшество Дискрипшн будет читать Наушники Какой у вас там Чипсет там стоит Там я не знаю Блютуз Так 4.0 3.0 5.0 Я не знаю Неважно Вот И следующий человек Смотрит Фотографии все В основном все Разглядывают Я не буду говорить Эти 3D 4D Да хоть 10D Фотография должна быть качественная Чтобы она была вкусная Чтобы ее хотели купить Чтобы человек реально заинтересовал Чтобы были цвета яркие То есть Ну очевидная вещь Я думаю Все понимают Что такое классная фотография Или не классная фотография Вот Ну кстати Не все Потому что есть много фотографий Специфических Вот Там понятно Что есть фотографии На белом фоне Всего товара Который мы продаем Есть фотографии Действия Есть фотографии С моделем Есть фотографии С семьей Ну не важно И следующий После того как фотография Цена имеет значение В описании Вы можете сделать Еще особенно По тем же прыгалкам Спортивным И так далее Сделать Купоны На опт То есть Покупаете больше 2 Скидка там 5% Покупаете больше 10 Скидка 10 Покупаете больше Там минимум 100 Скидка 20 Ну и так далее То есть Эти скидки Вот Во многих товарах Не работают в принципе Почему они не работают Потому что товар Ну кому нужно Я не знаю Там 10 расчесок Например Или 10 чайников Или 10 там Мышек Например Ну мышки ладно Еще там В офис могут купить А какие-нибудь вещи Которые Купают Не в больших количествах Вот Они не нужны А вот прыгалки Они могут На институт Купить На школу На колледж Спортивный зал За товар То есть В любом случае Надо понимать Что это тоже работает Но самое важное Это на первой странице отзывов Потому что мало кто Уже дальше будет Листать там вторую Третью страницу Ваших отзывов Но первые отзывы Они будут читать Соответственно Обратите внимание Что там написано Выберите отзывы С видеороликами Выберите отзывы Где действительно написано На реальный отзыв На ваш товар Вот Действительно классный Который будет именно Продавать ваш товар Не description будет продавать В первую очередь ваш товар А именно вот эти отзывы То есть К чему я клоню Перед тем Как вы будете заказывать Любое продвижение Неважно какое Через индусов Или через там Еще какие-то способы Обязательно Сначала посмотрите На свой товар Объективно Вот в данный момент Если вы будете Прямо вот сейчас Мгновенно На там Топ 5 например Ну я же молчу Там топ 1 и так далее Топ 5 хотя бы Топ 5, топ 10 Насколько вы Конкурентоспособны Если вы видите Что вы не конкурентоспособны Подумайте Посмотрите Спросите у друзей Скажите Вот ты бы что выбрал У вас всегда будет Минус 1 Это ваше количество Вы всегда будете Меньше вас Ну В ближайшие там Годы так скажем Вот И за это Вас должно преимущественно Какое-то То есть В цене Кстати По поводу косвенных Фотографий И все остальное Не надо думать Что у них плохие Чаще всего У них уже все хорошо Соответственно У вас должно быть Какой-то дополнительный Ценный товар Какое дополнительное Преимущество Это или Там я не знаю Две прыгалки В одном комплекте Продаете у вас Там я не знаю Какой-то подарок Крутой Прикольный Какая цена Интересная То есть много-много Моментов Я очень много слышу Сейчас таких ситуаций Когда люди просто Тупо продают По одной цене Две штуки А не одну Потому что Снижение цены Это самый слабый Довод Лучше Да вот С подарком Что-то такое Вот интересно Даже с подарком Две штуки Можно даже чуть дороже Продавать более эффективно Чем так В принципе все Так что Если кому интересно Обращайтесь Но я думаю На максимум Вопросов ответил Если что Под видео Задавайте Отвечу Всем удачи Всем пока